Ну что, почистим монеты кока-коли. Я сейчас несколько штук стареньких. Ну и стареньких выберу, которые грязные, не очень. Вот допустим вот эту. Торжок возьму. Такая слегка грязненькая. Мы их специально запомним. Что-нибудь найду. Еще грязь. Подождите. Вот что мы в кока-колу погрузим. Посмотрите, какие монеты старые. Запомним их специально, как они выглядят. Достаточно потрепанные. Теперь уже нём сюда. Вот внешний вид такой. С другой стороны такой. И такой. Еще вот, пожалуй, такую монетку возьмем. Как я уже говорил. Торжок. В общем, эти четыре монетки мы сейчас положим в кока-колу. Итак, монетки 10-рублевые находились в кока-коле практически 13 часов. Где-то последние 4 часа я стакан с монетами из кока-колы поставил на батарею центрального отопления. Так как многие считают, некоторые, по крайней мере, что когда кока-кола подогретая, то в ней какие-то процессы химические лучше происходят. И она монетки очистит получше. Давайте сейчас промоем. Посмотрим, что у нас произошло. Как монеты очистились. Очистились. Выливаю кока-колу, беру монеты, промываю их, даже вытиру в тряпки. Минуточку, минуточку. Смотрим, что у нас произошло. Вы знаете, я хочу сказать, что монеты очистились. Министерство юстиции Российской Федерации я вчера еще очищал. Можете посмотреть у меня видео, в том числе и с зубной пастой, вот эту монету. И с зубным порошком, да и разной другой химатурой. Потом я ее с утра сегодня кинул в стакан с кока-колой, и она полежала там часов 5. А вот эти монеты лежали 14, ой, какой 14, 13 часов в кока-коле. И посмотрите, торжок, я считаю, он стал на супер. Просто выглядит. Посмотрите, как он блестит. Отмылся, я считаю, торжок. Так, Гагарин у нас повеселее стал выглядеть. И также улучшилась у нас эта монетка Министерства, кажется, финансов Российской Федерации. Посмотрим оборот. Да, она улучшилась. Казань также похорошела. Ну, конечно, может быть, не так они очислились, как многие ожидают от кока-колы, что монеты будут практически в идеальном состоянии. Но я считаю, что их внешний вид улучшился. И все они немножко после чистки порозовели. Ну, ничего, это тоже бывает. Так что, в принципе, результатом я доволен. Более лучшей очистки кока-колы для более глубокой не подойдет. Надо какие-то более агрессивные среды использовать для очистки больших загрязнений. Или существенных загрязнений на монетах. Ну, вот, вы сами видели результат. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok